Разнообразие характеров и персонажей на картинах Богданова Бельского велико, но наибольшая любовь в его творчестве чувствуется к детям. Художника привлекали их искренность, открытость, смедливость и светлое восприятие окружающего мира. «Я так много лет провел в деревне», — говорил Николай Петрович. «Так близок был к сельской школе, так часто наблюдал крестьянских детей, так полюбил их за непосредственность и даровитость, что они сделали с героями моих картин». Картина «Новая сказка» создана Богдановым Бельским еще в молодые годы, в пору блестящего окончания Московского училища живописи, вояния и зодчества при Академии художеств. Работая над ней, мастер Иоанну вспоминал друзей своего детства из народной школы, их взбудораженность, пытливость и тягу к знаниям. Ребята, сидящие на полу деревенской избы и с увлечением внимающие сказки, изображены невероятно живо, а их лица прописаны очень детально. Внимание зрителей сразу же привлекает маленький слушатель в алой рубахе и взгляд его чистый голубой глаз, устремленный в бесконечность. Мальчик словно покинул стены ветхой избушки и стал одним из персонажей сказки. Сражается со злодеями, плывет по синему морю спасать прекрасную царевну. Кажется, что можно ступить на пыльные половицы и незаметно сесть в круг детишек, для которых чтение – один из самых чудесных и радостных моментов жизни. В те времена в школу ходили далеко не все крепостные дети, поэтому можно предположить, что среди присутствующих грамотой владеет один-единственный мальчик, тот, который держит книгу в руках. Ставят цветовые акценты, художник не злоупотребляет яркостью красок. Спокойный колорит картины и теплая цветовая гамма подчеркивают сосредоточенность и заинтересованность самих детей, а также ту доброту, ласку, нежность, с которой смотрит на них Богданов Бельский. Неотъемлемой частью образа смыслового содержания картины становится и окружение ребят. Сваленную грудную на палатях, тряпье, колыбель с ярким грушником, стоящий в стене и внимательно наблюдающий за всем происходящим теленок, мирно устроившийся на страницах из учебников код – все они помогают представить крестьянский быт того времени. И тут нельзя не отметить тот факт, что, хотя художник своими глазами видел нищету и обездоленность русской деревни, в его картинах всегда было нечто большее, чем просто отображение убогой реальности. Представленные на его полотнах крестьяне стремились к образованию и самосовершенствованию. Они хотели вырваться из тьмы невежества. Именно с детьми живописец и связывал собственные надежды на лучшее будущее для простого народа. Субтитры создавал DimaTorzok